Так, всем привет. Мы начинаем. Смотрите, хотела вам показать сначала, пока моя салона немножечко готовится, какой моя салонный балкон. Какие цветочки. Смотрите. Видите, какая красота. Видно? Маленько-мокрый. Там вот есть цветочки, видите? Маленько-мокрый. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как слышно, видно меня. Сейчас я сяду, и мы начнем. Так, выхожу. Так. Ну вот. Пока у нас отключается. Так, сейчас. Как вам сделать? Вроде как синий. Хорошо. Сейчас я здесь у нас салон. Сейчас я еще не настроила. Секунду. Так. Хорошо. Вот так нам видно. Отлично. Юль, спасибо. Сейчас. Настроим. Так. Еще раз всем доброго дня. Еще раз и еще раз всем доброго дня. Так. Мы в гостях у моей Сауловны. Табачниковой. Второй вебинар. У нас сегодня продолжение. После большого отклика на первый наш такой пробный, ну мы, да, для нас это было первый раз, и был большой отклик от вас, желание еще раз послушать. Мы выбрали тему путешествия, потому что мы обе любим путешествовать, и моя Сауловна очень много путешествовала. И сейчас, Света пишет, все видно, слышно, спасибо большое. Смотрите, мы не зря поменяли локацию, мы выбрали кухню моей Сауловны, потому что за нашей спиной размещены тарелочки. На стене сзади видно, там размещена такая стена, я не буду подносить ближе, тарелочек, где это все, вот кто-то собирает магниты, как мы, например, в нашей семье привозим из путешествий магниты. Майя Сауловна привозит тарелочки. Света пишет, мама, привет. Мама, привет. Привет, доченька. Привет, дорогая моя. Света живет во Франции, это дочка моя Сауловна, и вот она тоже к нам подключилась, очень приятно. А главное еще, знаешь что, Валюша, ведь почти во всех путешествиях, нет, не во всех, но во многих, особенно когда она еще была в детском возрасте, и я возила детей в путешествия школьников, где я работала, она всегда была с нами. Поэтому для нее это будет особенно интересно. Вот она всегда была с нами, и ей очень это нравилось. Да, Валюша? Да, очень приятно, Света, что ты с нами и здесь, пусть и вот таким виртуальным образом присутствуешь, и у меня тут очень тепло. Так вот тарелочки моя Сауловна привозит сама из каждого путешествия, и не хочет, чтобы ей дарили другие, именно с тех мест, где она была лично. Кроме Адлея, кроме Египта, кроме Египта. Тарелочка египетская привезена подругой, которая страшно хотела вложиться в эту коллекцию, но я в Египте никогда не была, а она была. Она меня уговорила повесить эту египетскую тарелочку, она висит, вот это она одна висит. И всё остальное, это мною и теми, кто со мной ездил, моими попутчиками, приобретено совместно в разных путешествиях. Ну что, мы, в принципе, собрали, есть нас, видно, слышно, и мы начнём сначала. Мы начнём сначала, да. Повторим прошлый вебинар? А нет, нет, даже не повторим, а я вот что хочу сказать. Тут мне Валя не так давно прислала фильм, который снимали, когда она ходила и ездила в Норвегию, да, там была не только Норвегия, да, но я видела Норвегию. Это так красиво, это так заманчиво, это так привлекательно, что я решила поднять свои альбомы и найти там тоже Норвегию. Который мы ездили с моей любимой попутчицей, которую зовут Таня. Вот, мы втроём не помещаемся в этом окошечке, поэтому она у нас не видна. Но, в принципе, она здесь, и она слышит. И вот мы с ней взяли этот альбом и начали вспоминать, как мы ездили смотреть Фёрды. Это было тоже красиво и тоже интересно. И тоже у нас есть вот такая фотография, если вдруг она где-то получится, то мы вам её покажем. У Вали есть такой же кадр, вот на этом же месте. Вот тут вот прямо вот у Вали есть кадр, и вот у нас тут такое есть кадр. То есть мы переплелись. Это самый большой водопад в Норвегии. Вот, вот Валя вам сказала, это самый большой водопад. И мы тут с Таней тоже сфотографировались. Вот. И я на этом фоне вспомнила, как же хорошо ездить, как же это заманчиво, как это интересно, даже когда что-то болит, даже когда что-то, ну, выводит тебя из нормального состояния. Но когда такая красота, невозможно ей не любоваться, радоваться и быть счастливым. У меня в этом путешествии было приключение. Я вам сейчас расскажу, если вам будет интересно, если не будет интересно. Ну так, Мастер, сейчас я буду перебивать. Давай. Мы начали сначала, но это не совсем начало. Норвегия — это какой год? Мы ездили в таком году. Да, в таком году мы ездили в Норвегию. Я так думаю, что это был, может быть, 2010 год. Я думаю, что ещё раньше немножко. Может быть, 8-9, ну вот так как-то, да? В смысле? Да, всего-то, да. А, она хочет по возрасту, по моему возрасту. Ну, 80 точно уже было. Ну, вот теперь вот будет очень интересно дальше, что произошло в 80 лет. Мы вошли в этот теплоход огромный, который вот перевозят от Хельсинки. А до Хельсинки самолёт? До Хельсинки поезд. Через Питер. Через Питер поезд мы приехали. Наверное, ну уже, конечно, я много чего помню, но мне можно 90 плюс, так что могу и забыть, как называется паром. Да? А, поезд, ты сказала, поезд. Поезд. Просто мы приехали в Хельсинки, там мы походили, посмотрели. Я уже до этого была, поэтому я немножко была ведущей. Вот, потом мы вошли в этот знаменитый паром, огромный, прекрасный, красивый, с этим, как этот стол называется, шведским столом, который ещё в России тогда не очень был распространён. Ну, в общем, короче говоря, мы походили-походили. Каютка у нас была, конечно, в самом низу, потому что по деньгам, так сказать, по нашим возможностям. И всё ниже в Атервене. Ниже в Атервене, да. То есть, а машинный отсек там был, куда машины заезжали на паром? Были, были. Под машинами? Под машинами. Под машинами. Ну вот мы на таком, вот мы таком. То есть, у нас был иллюминатор, в котором была вода только видна, да? В общем, мы походили-походили. Что, не так? Там была просто вставлена картинка. А, вот они добавляют. Под машинами там просто искусственная иммиграция. Ты видишь, как хорошо, когда есть помощник, да. Ну вот мы, значит, походили-походили. Потом мы пришли, у нас такое правило было, что всегда сообщить домой, что происходит. Ну, не берёт телефон. Очень низко, очень глубоко телефон не берёт. Пробовали-пробовали и решили, что ну и всё. Вроде как поставили телефон на зарядку. Я на верхней полке. Ну мне же 80 всего. А Тане на 20 лет меньше. Даже на 25. На 25. Она внизу, она боится высоты. Поэтому наверху я, внизу она. Улегли спать. Так что мы местные. Вы плывете в Норвегию. Там фьорды, там высота. Да, да. Мы готовимся, понимаешь? Ну кают-то четырёхместные, ещё девушки другие были. В общем, все улегли спать. Всё очень хорошо. Где-то часов, наверное, в пять утра. Звонок по телефону. Что мы, ну, эти самые станции, как наши прилавные станции. МТС вас поздравляет, там вы переехали туда-то. Мы готовы с вами сотрудничать и так далее. Но когда зазвонил телефон, я-то знаю, что я его выключила. Он на зарядке и вроде как выключен. А ещё две девочки чужие, а я наверху. И я решила очень быстро как-то с этим телефоном управиться, чтобы он никого не разбудил. И я с этой верхней полки спускаюсь, как будто бы я внизу. Шагнула вниз. И я шагнула вниз. Вот с этой верхней полки. И хватаю телефон, чтобы отключить. И не понимаю вообще, где я. Наверху. А там столики, знаешь, вот эти такие маленькие. Так, слава Богу, что я не попала на этот столик. Я бы себе переломала все кости. Но я попала на пол. Выключаю, Таня открывает глаза и говорит, «Да в чём дело? А что случилось?» Я говорю, «Ничего, мне надо выключить телефон». И залезаю после этого обратно туда. Но когда мы приехали, я выгружался. А я не могу встать. Просто я не могу встать на ноги. Я не знаю почему, но я не могу. Таня берёт какие-то там ленты с собой были. Она меня перематывает. Всё сделали. Рюкзак на плечи. О, про рюкзак обязательно я расскажу. Рюкзак на плечи. И мы идём. И вот я, чтобы я не буду врать. Вот Таня тут есть близко. Я не отступила в походе. А группа была человек 20, наверное. И на один шаг. Я шла впереди. Мне было больно. Это я вам рассказываю, что такое путешествия, как они сочетаются с долголетием, с этими цифрами, которые прибавляются 80+, 90+. И вот я иду и чувствую, что я теряю сознание от боли. Просто от боли. Когда в первую гостиницу мы попали, мы там взяли полотенце. И полотенцами меня связали. Под спину я подложила в автобусе рюкзак. И всё. И поехали. И поехали. И поехали. И эти все дороги. И вся эта красота неописуемая. Вот на этом фоне Валиного путешествия я всё это вспомнила. Таня закрывала глаза. Она боялась вот этих поворотов. Серпантина. Это ужасно было. Она говорит, всё, я не могу. Я закрываю глаза. Я говорю, ты закрывай глаза, а я вынимаю фотоаппарат. И вот мы с ней разделили обязанности. Она закрывала глаза, а я вынимала фотоаппарат. Поэтому у нас сохранились вот некоторые фотографии. Тогда не очень пользовались камерами ещё. И, в общем, это ещё было так, да? Вот, мы и 80. Вот поэтому, да, и всю поездку. У нас же не только Норвегия была. У нас же там были и... Дания, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия. Автобусные уже. Автобусные. Были автобусные и были теплоходиками. Вот когда фёрдики... Когда фёрды... Это небольшой, да, кораблик. Небольшой кораблик. Потом, когда мы приехали куда? В Швецию, да? А, мы там море пересекали водой, да? Тоже паром. Тоже паром. Тоже паром. Вот и я в полотенцах, когда мы раздевались уже в гостинице, и Таня меня мазала чем-то. Это вздохнуть было невозможно. Но я как штык, как солдат, со штыком. Я всю эту дорогу прошла, и вот это у меня воспоминания все родились на фоне той прекрасной картины, которую Алёша прислала по поводу Норвегии. Но при этом я хочу вам сказать, что вот так ездить можно с очень близким, любимым человеком. Ездить надо с любимыми. Не расставайтесь с любимыми, но и ездить надо с любимыми. Потому что всё может быть в дороге, да? И она очень помогает, она очень оживляет, она очень вдохновляет. Становишься моложе, становится... Но это приключение. Путешествие — это неизвестность. Путешествие — это неопределённость. То есть это познание, скажем так. Вся жизнь — это познание. Даже на кухне, когда готовишь что-то, рецепты изучаешь, там, это познание. Всё, что мы делаем, это познание, школа познания, институт познания, всё познание. Но это очень широкое такое познание, которое включает в себя и познание людей, и познание окружающей жизни, и познание взаимоотношений между людьми, как они проявляются во время такого состояния. Надо сказать, что очень многие из нашей группы приносили. Кто-то приносил какой-то крем, кто-то приносил какой-то гель, кто-то какую-то мазь, кто-то мазал, кто-то говорил становиться под душ, что-то ещё под что-то. А вот любовь, любовь, она очень много даёт. И я так и возвращалась, когда уже мы возвращались после этого путешествия, очень красиво это всё было. Мы попали в поезд, где опять мне досталась верхняя полка. Таня внизу, она не может, она боится. Она не может, но я же не могу её запихать туда, если она не может. А я не могу залезть на верхнюю полку. Вот, вот где, понимаешь, солдатское мужество. И что мы делали? Я встала в коридорчике и стою. Я говорю, ну я буду ехать стоя. Таня говорит, я буду ехать с вами стоя, потому что наверх она полезть не может. И тут, оказывается, из нашей же группы, да, девушку, у которой было нижнее место. Она мне его уступает, лезет наверх, Таня на своё место, и так мы приезжаем в Москву. Вот это то, что было связано с воспоминаниями на фоне Валиной Норвегии. Да, вот так мы встретились. Да, на Норвегии. Сейчас мы начнём всё равно сначала. Ну давай сначала. Мы вернёмся к первому, в прошлом вебинаре мы говорили, что в Одессе, нет, не в Одессе, в Запорожье, вы были учительницей истории, и вы водили детей на экскурсии. Походы. 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 Не только экскурсии, это походы были. Такие настоящие походы были. Это было уже послевоенные годы. Ну, конечно, это были, я сейчас скажу, это были шестидесятые годы. Я приехала в Запорожье, это был пятьдесят четвёртый год, пятьдесят второй год, пятьдесят второй год света, вот, который у нас, смотрите, родилась в пятьдесят четвёртом. А я уже работала, я восемнадцать лет работала в школе. И так как я с детства, я вот хотела очень вспомнить, с какого детства, когда же я первый раз поехала, меня родители не возили в походы и не возили на экскурсии. Папа был кадровый офицер, он этого не мог делать. Ну, вообще как-то, ну, так, чтобы короче, это было не принято. Просто это было не принято. И первый раз, когда я... Первый раз, вы поехали в эвакуацию. Это же поход был. Вот это были военные годы, вот это был поход. Вот это действительно... Ну, мы убрали сейчас, да, Валя? Мы убрали военные годы, уже школа у нас, да? Мы говорили, ну, до эвакуации вы не ездили. Нет, нет, до эвакуации мне было двенадцать-тринадцать лет. Всё. Нет, не ездила я никуда, не ездила. А спросите меня, когда меня первый раз повезли, куда? Я, думаю, лет в шесть. Нет. Нет. Меня родители повезли в Сочи на свои сборы. Мне было полтора года. Да. Почти два. Молодцы, потому что... На самолёте. То есть первый перелёт у меня случился в два года по прилёту. Потому что родители спортсмены. Это такая спортивная штучка, понимаешь? Ну, они могли оставить меня своей бабой. Могли, мы не хотели. Они тебя вводили в это состояние. А я начала вводиться сама. И первый раз я сама поехала на экскурсию под Одессой. Есть такой город, он называется Тюрюпинск. Вот я вчера вспоминала, как это было. Тюрюпинск. Это в районе, вот где-то там Очакова или, может, к Херцуному ближе. Но, в всяком случае, это на море. Тоже на море. И я поехала туда. Почему? Потому что нам предложили собирать абрикосы. Абрикосы собирать. Там огромные урожаи абрикосов. И я поехала вроде как работать, но мне очень интересно было посмотреть всё вокруг. Вот этот момент интересности. Вот он заложает. И мы их не очень собирали, потому что такая была масса, что их втаптывали в землю ногами. Просто, чтобы земля удобрялась. Их невозможно было собрать. Это такая была масса. Поэтому я там поездила по округе и поняла, как это интересно, как это здорово. Хорошо. Я поняла. Поняла. Это было начало, если для начала. А потом вот школьники. И вот эти там 60-е годы. Пропустили всё остальное. Там ещё у меня было интересное... Нет, мне интересно вот уже школьник. Хорошо. Когда я начала работать в школе, а Света ещё была, дочка была совсем маленькой, я их возила. Ну, у меня было классно... Я была классным руководителем, у меня был класс. Вот с ним я начала ездить. Сначала поблизости. Вокруг Запорожья очень много интересных мест. Остров хортят. Он хотя входит в черту города, но всё-таки это уже вроде как из города надо выехать, чтобы это попасть. Сейчас я спрошу. Вот там же не было тогда, как раньше... Ну, как сейчас. То есть автобус заказывается, в школе приехал, всех загрузили и доехали до места. Знаешь, оно, может быть, и было. Но для нас это было невозможным вариантом. Для нас это было очень дорого, заказать автобус. Родить... Это же после... Ну, не так много... Это десяток лет после войны прошло, понимаешь? Там ещё даже в школе... Вот у меня старшие классы были... Дети войны, ну, которые родились там в последние годы войны. Это у меня ещё ученики такие были, да? Вот поэтому... И ещё другое. Вот мне очень хотелось, чтобы они понимали, как это можно сделать самим. То, что им интересно. Поэтому сначала обсуждалось... Ну, я, конечно, готовилась к этому. Я им предлагала варианты. Вот как ты предлагаешь варианты нашим соучастникам вебинара выбратам. Тему, допустим, да? Вот. И я хотела, чтобы они выбрали. То есть, чтобы это... Это всегда было от меня, честно говоря. Это всегда был мой выбор. Но это надо было сделать так, чтобы это переложилось на них, и это был их выбор. И вот мы начинали ездить в разные, так сказать, в округи, места, там, Макеевка, ещё что-то, ещё что-то. Вот. А уже когда они были, наверное, в седьмом классе, я так думаю, Света, наверное, лучше помнит, она была в шестом, она на год была младше от моего класса. И вот тогда мы стали обсуждать подальше. Из Запорожья очень хорошо попасть в Крым. Но я уже до этого времени сама была в Крыму несколько раз. Я Крым знала. Поэтому куда, маршрут, всё мы разрабатывали вместе. Но деньги – это немаловажная штука для лакуста. Значит, мы сначала, я тебя перебиваю, зарабатывали деньги, сдавая макулатуру, металлолом. То есть это стилы для класса были большой. Да, это надо было всё найти, выкопать где-то рельсы, где-то какую-то трубу. Рельсы. Да, такое у нас тоже было. Договориться с кем-то из родителей, кто работал. Там же много промышленных предприятий. Днепр специалист, Запорож встали, Днепр. Это всё там с кем-нибудь из родителей, чтобы машину, вот это мы сдавали, всё, у нас появились деньги. И так мы собираемся ехать. Прежде всего Крым. Крым поездом до Симферополя. Я от Симферополя уже по этой дороге на автобусе. Своего транспорта никогда не было. Это всё было заранее договорено. Съёмный транспорт. И он нас привозил в то место, куда мы заказывали. Что ты хочешь дальше? Дети, что в итоге, вот дети. Вот вы с ними путешествовали. Я просто знаю, что вы поддерживаете. В прошлый раз вы говорили, что вам 90, а им 80. Есть 80, есть 75, есть 65, есть 60 и так далее. Вот эти путешествия на дальние расстояния, они ещё больше сплачивали класс? И как вот потом, вот судьба этих детей с вами, взаимосвязь? Как вы? Они очень сплачивали класс. Начинаем с того, что мы садились в автобус, и некоторых он закруживал на этой дороге. Значит, первый, укачивал вышка, хорошо. Первым делом, что я от них требовала – петь. Петь. В автобусе надо петь. Тогда не будет укачивать. Но чтобы петь, надо знать, что петь. Потому что, когда я с ними разучивала какую-нибудь пионерскую песню, они её вмиг забывали. Вот она в дороге не годится. У нас, кстати, есть красивая песня Юрия Кукина. Мы её вначале ставили? А, мы ставили? Да, я ещё не заметила. Это ты делала, я как-то не заметила. Поэтому эти песни как-то пролетали. Значит, у меня была задача научить их петь походные песни. Песни про дороги. Песни бардовские. Песни, которые помогают маршировать, идти и всё остальное. Вот с этого всё начиналось. И одна из песен, которая соединяла их, это была песня, но она на украинском звучит. Я не знаю, как она получится. Я петь не умею, но я её расскажу. И куплеты делились на женскую половину, на мужскую. У нас уже была смешанная школа. Вот это начало смешанного обучения. И мы пели песню «А когда умрёшь ты, милый мой дедочек, на кого оставишь, милый мой дедочек, на бабка, на любка». И вот они высунували, они выдумывали куплеты. Это я им только два задания. Они выдумывали. И кто кого перепоёт. И это Валя. Это так помогало. Всех перестало тошнить, всех перестали укачивать. Они приезжали на место совершенно, как огурчики. И тут начиналось палатки. Мы учились сначала ставить палатки. А палатки вы откуда взяли? Мы брали на прокат. А, на прокат. Да, мы брали на прокат палатки. Нет, своих не было. Вот, мы учились до этого их ставить. Потом мы их ставили. Потом мы попадали в них под дождь. Потом был целый ряд приключений. Вот, если про приключения, мы поставили палатки на обсерваторию. Территорию обсерватории. Крым. Крым. Да. Или кроме Алуж-то не было. Это было морское. Вот есть такой город морское. Это, если я могу ошибиться, мне простите, ну ладно, или до Ялты, или немножко после Ялты. Вот в этом куске обсерватория. И вот на этой обсерватории нет ничего. Есть здание обсерватории, всё, и пустая территория. И ни с кем не договорились. Это, конечно, очень было рискованно и опасно. Это можно было делать там в 27-28 лет. Так, понимаешь, я бы сейчас, конечно, и не разрешила бы, вот если у меня были маленькие дети, наверное, бы не разрешила. Но туда это как-то в поход. Это так здорово. Рюкзак на плечи, вперёд пошли, спина выровнял. Дети довольны. Они идут. Их никто раньше никогда никуда не возил. И тут они тоже в рюкзаках. В общем, всё это было очень здорово. Но полил проливной дождь. Ничего нет в округе. Обсерватория закрыта. На ночь все ушли. Обсерватория закрыта. И у меня была одна фраза. Что будет? Вот что будет, когда этот ветер сдувает эти плаки? А со мной ещё одна педагог. Всё-таки ещё была помощница. Ну вот, Валя, я могу это долго рассказывать. У нас ненужное другое не окажется время. Короче, Крым был разный. Я его знала. И я их водила под тем тропом, куда мне надо. Но от Байдарских ворот до Симферополя я их заставила однажды пройти пешком. Или наоборот. Нет, наоборот. Наоборот. Сколько километров это мне представлено? Ну, я уже сейчас не знаю, но они не выдержали. Сколько дней? В день, в один день. Да, в один день. Вот. Они не выдержали. Они не выдержали. Сейчас я тоже не выдержу. Да. Я только фразу закончу. Ладно. Они, мы остановили химчистку, машину. Их впихали всех в химчистку. Они поехали. А я ещё с ребятами. Оставилась пешком. И когда кто-то говорил, я не могу больше. А парень там, старший муж, он говорит, а масло она может? А мы не знаем, как она может. Вот как она может, мы не знаем. Но я их научила мочь. Мочь. И они прошли это расстояние. Да, Валя. Вот вы уже не выдержали. Давай дальше. Так, я хотела просто сказать. Что вот когда, моя слава, вы говорите, там, рюкзак на спину, спина, у меня всё, у меня уже внутри вот так вот. Напишите вам, как откликается, потому что у нас опять немножечко получается монолог. Моя слава, она увлекается. Да, да, да. Увлекается, и я не могу её прервать. Мне интересно. Напишите, как вам интересно. И мы сегодня где-то не больше часа будем разговаривать. И в конце ответим ещё, может быть, на какие-то ваши вопросы или прочитаем. Что-то напишите, какие-то комментарии, как вам откликается то, что мы говорим. Интересна вам тема путешествий. И это можно разговаривать об этом бесконечно. И мне всё-таки интересно очень сильно всё, что 80+. А вот это у нас было 80+, да? Вот это Крым. Нет. Уже мы проехали? А, ну да. Нет, это ещё раньше было. У нас Крым. У нас было 80+, Норвегия. Мне просто интересно, наверное, немножечко. Мне наперёд. Как это... Потому что моя неуёмная жажда путешествий внутри меня сидит. И даже когда вы рассказываете про Крым, мне надо пойти срочно изучить, где этот маршин. А обсерватория? Нет, не обсерватория, а вот этот путь из... Да. А Байдарские ворота Симферополя, да так было. Да. И посмотреть, сколько же это расстояние. Потому что в Крыму есть ещё места. И самое захватывающее из того, что мы с вами обсуждали, это Австралия. Вот мне бы хотелось об этом поговорить. Или у вас сейчас... Валюша, я сейчас... Быстро-быстро. У меня только рюкзак. Вот это слово рюкзак. Вот как оно тебе, а мимо мне до сих пор, хотя 90+. Я не ношу ни одну сумку. Я хожу с рюкзаком на рынок, в магазин, в какие-то организации. У меня всегда за плечами рюкзак. Это уже даже не 80+, это уже 90+. Но рюкзак... И мне попалось вот буквально... Ну, чуть-чуть. Можно, ладно? Я вам расскажу сейчас, что такое рюкзак. Впереди лежит дорога. Позади рюкзак висит. И хоть пройдено немного, всё во мне уже болит. Ну, что жить не отхотелось? Тут, ребята, это смелость. И не тратя слов напрасно, я шагаю. Жизнь прекрасна. И привал ещё не скоро. Но зовут меня просторы. Горизонты, приключения, соловьёвночное пение. Звёзды, песни, костёр, шум тайги и тишь озёр. Запах прелых листьев пряных, над городовой закат бамряно. Утро синего прохлада. Путь, ребята, в нём отраду. Вот что такое рюкзак. Так, всё, заканчиваем. Вебинар пошли. Пойдём рюкзак возьмём. У меня тоже рюкзак всегда. Ну, правда, берите рюкзак за спину. Вперёд, ребята, с рюкзаком. Это так здорово. Не важно, сколько вам плюсов. Пусть их будет много даже плюсов. Ну, вот это вот жажда познания, жажда встречи с природой, жажда общения с людьми в таких условиях, а не просто в условиях. Вот это рюкзак за плечи и вперёд, ребята. Всё, я твоя. Да. Света пишет, что она отлично помнит эту ночь под дождём. Помнит, да. Чем закончилось-то всё? Хэппи-энд? Ну, конечно, хэппи-энд. Но состояние было... Вот, Валя, одна фраза, что будет? Что будет? Вот я никак не могла понять, что будет. Костюм не разводили. Нет, какой дождь проливной. Проливной. Возле палаток вот такие глубочайшие лодки. Молодец, доченька, что ты помнишь. Это так было. А потом встали утром и пошли к морю. И всё. Так, хорошо. Да. Сейчас я спрошу Таню. Тань, в каком году была Австралия? Австралия была в 2011 году, и это уже было 80+. 82. 82. Так, вот мы теперь переходим. Татьяна Дорофеевна пишет «Браво, моя салонная». Ну, браво, спасибо. А, ну, видишь, как я всё-таки вырвала кусочек времени. Так, Австралия, 82 года. Расскажите, кому пришла в голову эта идея? Ну, точно не мне. Таня, вообще, Таня потрясающий сожитель, скажем так. С ней вообще есть термин сопутешественник. Сопутешественник. Нет, это друг, это любимое существо, это ребёнок. Ребёнок и так тоже, понимаешь? Вот они же святые ровесники, поэтому это и ребёнок тоже. Это человек, у которого нет отрицательных реакций ни на какое событие с нами происходящее. Она только будет позитивно к этому относиться. Поэтому я только тут ставлю одно. Путешествуйте с любимыми детьми, родственниками, любимыми, друзьями. Ну, в общем, любимые. А не должны быть людей. Находите людей. А их так много вокруг, только надо хорошо посмотреть. На одной волне, да? Только хорошо посмотреть. Так, идея пришла мне в голову. Какая? У меня очень близкая подруга с семьёй эмигрировали когда-то в Австралию. И они уже к этому времени давно там жили. И всё время просили, приезжайте, 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 приезжайте. Я ещё работала, поэтому мне можно было только отпускное время. Таня всегда как-то могла, она хотя и до сих пор работает, но она могла пристроиться. Ну вот, и мы решили, Таня, едем. Таня всегда отвечала, да, на любой вопрос. Один раз она не поехала в Турцию, мне эта Турция не понравилась тогда, потому что я не была рада. Рядом. А у него были такие обстоятельства. За любой кипиш. Куда? Да. Вот сказано, присоединялись. Всё. И начали в Австралию. Итак, что было? Нужно было сделать? Нужно было прежде всего получить приглашение. Что мы получили? По друзей, да? Потом нужно было пойти с этим приглашением в посольство, сдать документы, пройти медкомиссию. Когда она пришла на медкомиссию, он всё-таки 82, да? Она на меня так посмотрела и говорит, это вы решили съехать в Австралию? Я говорю, ну я решилась. А что у вас болит? Я говорю, ничего. Ну я сразу вас предупреждаю, у меня великозная нога. Это чтобы она не цеплялась ко мне потом, что я неправду сказала. И у меня великозная нога. Всё. Больше у меня ничего не болит. Не стали меня смотреть, ничего. И вот, справочку дали. Вы всё это что там стучат? Ау! Да. Вы стучат. Здравствуйте. Ой, Эммочка, пока нельзя. Вот так. У моей салона всегда открыта дверь входная. И поэтому... Да, это соседка приехала. Ну вот, значит, мы всё это сдали. Нам сказали, через сколько-то там времени прийти. Я поехала на работу, приезжаю, секретарь у меня и говорит, «Вами интересовалось австралийское посольство». Я говорю, они интересовались, работаете ли вы у нас. Я же там писала, что я работаю. И что я говорю? Я сказала, ну как, она работает. А вы мне не можете, мол, соединиться делом кадров? Австралийское посольство, спрошу. Соединили. У вас работает табачниковая моя салона? Она работает. А что вы хотели? Да ничего, просто мы хотели убедиться, что она работает. 82 года работает? Да, да. 82 года работает в редакции журнала «Итоги». Вот так. Вот. Ну, прошло это время. Значит, они убедились, что я работаю. Потом они, а почему её нет на работе? У меня был ненормированный рабочий день. Я могла приехать позже, уехать когда угодно. Главное, чтобы дело было сделано. А почему её нет на работе? Мы звоним по её телефону, и её нет на работе. А секретарь Лена отвечает, а она в дороге, она едет. Ну, соедините меня тогда с ней, позвоните нам, когда она приедет. Мы позвоним и всё сделаем. Самое интересное здесь, конечно, смешное было сделано. Когда мы приехали забирать документы, визу забирать, да, 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 уже всё собирать, уже, значит, располотились. Это женщина, которая нам это выдавала. Таня выглядывает, она помнит, как это всё было. И она говорит, «Извините, мои слова, вы меня извините, но мой коллектив, у меня женский коллектив здесь, они очень хотят на вас посмотреть». И я говорю, «Только за доллары». Я говорю, «Только за деньги, а за доллары». «Австралийский доллар». Она говорит, «Ну, может, мы как-то соберём». Ну, тоже вошла, так сказать, в шутейное состояние. И они вышли. Пять человек, сколько, не много человек, ну, четыре, несколько человек. И под аплодисменты вообще вручили. Они нам выдали. В сауне паспорт с визой. Паспорт с визой, да. И вот мы 82 плюс, ну, да, уже плюс ещё два. Сколько? Окей. Вот мы сейчас виза на руках, билеты. Да. Купили? Да. Сами? Нет. Через? Работа. Работа. Так как... В каком смысле? Сами? За свои деньги? Нет. Ну, просто так как у нас на работе очень многие ездят в командировки. И они связаны были. Они нам помогли... Помогли? Купить, да. Он же не прямой перелёт туда. Нет, Валюша, это был не прямой перелёт. Ну вот, начался перелёт с того, что мы когда сели уже в самолёт... Нет, сколько часов? Значит, нет. Нет, нет, нет. Мы сели в самолёт, а это была осень глубокая, да? Когда же мы летели? Какое-то было осень. Ну, правильно, там же... У них лето, да, там всё наоборот. А у нас зима. Мы обледенели крылья, и самолёт простоял ещё три или четыре часа на взлётном поле, да? А мы внутри самолёта. А мы внутри самолёта, да. А у нас стыковое время. Мы прилетаем в Гонконг, и там в течение... Там полчаса должны пересесть. Для Гонконга часов 12 лететь. Ровно 12. Не часов 12, а ровно 12. 12. Да, плюс четыре мы отсидели в этом сауне. А до Гонконга же ещё, наверное, два раза по 12. Два раза по 12. Вот мы пока до Гонконга летим. Да, до Гонконга летим. Представляете себе? Вот. Сейчас. Вот 12 часов. Да. Что вы там делали? Что вы делаете в самолёте, моя сауна? 82 года. Кто-то спит, тут кино смотрит. Вы что делаете? Тать, не понимаешь, что я делаю? Не спит точно. Во-первых, мы изучаем проспекты по страну, всякие смотрим достопримечательности, чтобы приехать подготовленными. А помнишь, как я ходила в проходе? Маслана делает зарядку, она становится в проходе, поднимает ноги, задирает там руки, колени, всё такое. Вот. И я хожу. Да, и никакого сна. И никто не ходит. Я хожу. Очень хорошо, когда все заснули, а я хожу. Хожу и разминаю. Разминка-заминка. Валя, это 12 часов проходит. Это как раз то время, когда мы от понедельника там до следующего занятия. Да, я разминаюсь. Я научилась отжиматься. Я брала два кресла, двумя руками, и я отжималась. Очень хорошо в полёте. Очень хорошо, понимаешь? Ну, сидеть невозможно, спать я не буду, ну, поесть немножко там, что-то мы такое ели, а потом нам же показывают телевизор, и карта на ней. Ну, да, вот это вот изучение было. Ну, это Таня у нас, это я не очень с этим изучением. Ну, вот. Так, Гонконг, прилетели, и дальше пересадка, и ещё 12 часов. Нет, ещё не всё. Это ещё, во-первых, мы опоздали. Но он же не дождался самолёт. Мы же 4 часа просидели в самолёте, он же улетел. Я всё время хочу сказать, что любое путешествие вообще это стресс, да? Это да. Стресс. Это стресс позитивный всё равно. Нет, позитивный, согласна. Но ты не знаешь, что тебя ждёт. Не знаю, не знаю. Может быть любые непредвиденные обстоятельства. А ты знаешь, это ужасно приятно. Нет, ты должен быть гибким человеком. Да? Да. И не бояться. И не бояться. А потом ещё знаешь, какое должно быть качество? Ты твёрдо должен знать, что ты хочешь. Может, ты хочешь вернуться обратно. Такое очень просто. Мы там заночевали, потому что не было для нас рейса. А билеты меняли. Вот как? Опять кто-то вам, наверное, помогал. Ой, мы тут сами. Вы намаялись там. Мы намаялись. Мы намаялись, какой-то неорганизованный аэропорт. С нашей точки зрения, аэропорт был неорганизованный. То, что мы по-английски нифига не знали, это не важно. Но мы писали что-то. Они не знали, что с нами делать. Самолёт когда будет следующий? Или нас отправляют в гостиницу? Короче говоря, нас отправили в гостиницу с нашими же билетами. Но нам нельзя выйти. Нам нельзя выйти на улицу. У нас нет визы. Ну, у нас всё. Гостиница внутри этого самого аэропорта. У нас всё. Ну да. Мы пошли в гостиницу. Нас накормили. Где нас несколько раз кормили, истелили, и предлагали две отдельных комнаты. Уже не знали, как нас уложить. Ну, Таня легла спать как-то, помнишь? А моя сауна что делала? Пошла изучать. Я пошла изучать здание гостиницы. Я там увидела... То есть после 12-часового перелёта и ещё разбором гостей... Нет, там даже уже 15-часовые перелёты плюс... Ну, то есть... Ну, да. Пошли вторые сутки, примерно. Я пошла изучать гостиницу. Я там увидела красивые витражи. Витражи красивые. И я пошла изучать по разным окнам, что с этими витражами, как они... Всё. Я закругляюсь. Да, мы долетели... Потом 12 часов мы долетели в Австралию. Потом мы прилетели в Австралию. Без приключений, будем считать. Ну, 12 часов через океан. Нет, немножко с приключениями, потому что нас же собирались встречать тем рейсом, который на сутки раньше был, понимаешь? А соединиться по телефону, чтобы сказать, что мы на ночь задерживаемся, у нас никак не получалось. Но получилось, в конце концов, нас встретили, нас привезли домой. Мы там были, Валя, 3 недели. 3 недели. Кому здорово, кому нет. Таня стонала и говорила, когда мы уже уедем отсюда, когда мы уже поедем домой, наконец. Да. Нам там было скучновато. Можно я одну деталь вставлю? Когда мы приехали в Сидней, и нас встретили, это было 9 утра по сиднейскому времени. А в Москве это была глубокая ночь, а до этого мы ещё двое суток летели, или полтора суток летели. И, ну вот, у моей солны друзья, которые нас приняли, они сказали, так, девочки, быстро завтракаем и ложитесь спать. Мы с моей солны встали в удивлённую позу и сказали, как это ложиться спать? Ведь 9 утра. Они сказали, ну, у вас-то это сейчас час ночи или два. В общем, спать мы не легли и пошли гулять по городу. Нет, мы поедем. А, на кям. Пошли купаться, да, точно. Мы пошли купаться на кям. Так, сейчас я секунду покажу ещё один. Таня там встрел. Смотрите, какой магнитик. Ой, как это сделать? Из... Мой сын привёз из Австрии. Мы когда обсуждали Австралию, то никто не верил. Здесь написано No kangaroos in Austria. Почему Австрия, а не Австралия? Когда мы обсуждали, то... Это Таня должна встали. Таня никто не верил, да, о том, что она летит в Австралию. Что это именно... Ну, что тебе сказали? Ну, мне говорили, как? Куда ты собираешься? Я говорю, в Австралию. Ну, в Австрию ты имеешь в виду? Я говорю, нет, в Австралию. То есть в Австрию. Ну, в общем, нужно было несколько раз всё-таки объяснить, что это не Австрия, Австралия. Для того, чтобы поверили. Вот мой сын говорит, что в Австрии вот часто туристы путают и приезжают в Австрию. Ищут кенгуру. Ищут кенгуру. И поэтому вот такие, да, шуточные... Ну, давайте мы вам покажем, как мы кормили кенгуру. Ну, с руки они у нас ели. Видно, да? Свет видно? Да-да-да, я думаю, что видно. Сейчас я сюда покажу. Видите? Таня и моя салона и кенгуру. А в руках это хлеб. Они едят хлеб. Кенгуру. Определённые закваски хлеба нужен. Да, и вот мы три недели. Ну, конечно, мы из Сиднея светали ещё в Мельбурн. Вот, мы, конечно, очень здорово изучили это всё. Всё это очень интересно. Но три недели многовато. Вот как ни странно, но многовато. Потому что ну, какой-то у них очень... Ну, какой-то скупой образ жизни. Ну, вот пошли туда. Размерный. Он даже не размерный. Он какой-то ограниченный. Да, он какой-то... Ну, утилитарный более. Когда мы приехали, я стала говорить, что вот мы должны все дней сходить туда, туда, туда. Всё, я уже всё подготовила. А он говорит, как? А это всё у нас? Это что? Это ты точно как-то уверена? Это всё у нас? Мне кажется, если бы ко мне в Москву приехали, я бы тоже. Я мало знаю Москву, чем иногда... Нет, это тебе кажется. Да. Это тебе кажется, что бы ты рассказала. Ну, самое интересное, что мы же ездили вдвоём. Никакого у нас сопровождения не было. И языка из нас не знали. И из нас никто не знал. Понимаешь? Я когда первый раз вставлю... Приехала в Израиль и начала ездить сама одна по всему Израилю, он прям небольшой, но меня спрашивали, ну, на каком ты языке ездишь? Что-то же надо знать. Я говорю, а я знаю, на каком я ездил. Этот язык называется Ямайкин. Язык жестов, да? Нет. Я со всеми нахожу Ямайкин. Я понимаю. Я Майка. Ну, понимаешь? И язык называется Ямайкин. Я могу со всеми найти... Да. Если есть глаза и в них не злость, а добро и желание помочь одной и другой стороне, а у кого-то еще и очень... Ну, я думаю, это так происходит. Если ты твердо знаешь, что ты хочешь, вот это сидит внутри, то ты соберешь силы 80+, 90+, 102+, и вот это вот внутреннее сидящее в себе желание, что ты точно знаешь, что ты хочешь это реализовать, ты его реализуешь. В любом плюсе. Браво, моя Саудовна, по-другому не скажешь. Кончили. На большом время. Про Австралию? Нет, про Австралию можно еще. Света пишет, что рюкзак за спиной в дороге одно из лучших воспоминаний и песни в автобусе, чтобы не укачивало тоже. Видишь как, я ничего не вру. Смотрите, а в Инстаграме Наталья подключилась, которая была, кстати, в том нашем эфире. Да, да. А ты помнишь, про бабушку сто лет и она написала комментарий? Она пишет, что вам очень идет такой цвет рубашки. Ну вот видишь как, не зря мы переоделись. Не зря я одна сначала одела что-то одно, а потом переоделась в другую. Как я рада, что Света все помнит. Ты представляешь? Но это же, это же, это же, это же значит, что у всех детей, которые там были тогда же, когда она, это тоже сидит в них. Почему они так, плохое слово, но все-таки привязаны, понимаешь? Потому что я думаю, воспоминания рюкзаков, заката, боли от лужи, грязь, походы от Байдарских ворота, ему было очень трудно, но это оставило такую внутреннюю базу пожирания мира, я бы так сказала, познания мира, радости от этого мира, радости от этого общения, что вот они со мной, у меня в Москве есть ученик, доктор философских наук, завкафедры философии Академии МЧС, Володя Липский, который, ну, в общем, это у меня лепший друг такой, мы с ним не общаемся, и рассуждаем, и обсуждаем, и он никуда, и когда у меня было, вот, юбилей мой был, и мы встречались с определенным кругом людей, и он был, и он зачитал поздравления мне, которые прислали его соученики из Запорожья, его соученики, и попросили вот это их поздравление зачитать на том, ну, балух, скажем так, юбилействе, на котором мы были. Австралия кончилась, А Австралия кончилась. Кончилась Австралия. Кончилась. Что ты хочешь дальше? Я хочу узнать вот какой аспект. Как вы не боитесь рисковать? Вот ведь 82, полететь в Австралию, это риск. Вот что это? Ответственность или безответственность, или рискованность, или... Уверенность в себе. Откуда берется вот это? А выйти из подъезда и падает на голову кирпич? Это тоже мое любимое выражение. Ты это знаешь? Тогда надо сидеть в доме и не выходить. Вот так, да? Ну, я понимаю, что ты хочешь сказать по поводу детей. Это было безумие. Да, это было безумие. Свет, как тебе, что мама твоя в 82 в Австралию? Напиши нам в комментарии, как тебе это все проживалось? Значит, раз. У меня, в принципе, от природы нет чувства страха. Просто вообще к чему бы то ни было. Понимаете? Ну, конечно, я там, я боюсь за окружающих. Я боюсь, что не успею на помощь. Я боюсь, что у элита я не могу помочь. Вот такой страх у меня есть. Но что со мной что-то случится, мне нет в этом. У меня такого просто... Это все равно здравое. То есть вы как бы здраво рассуждаете. Ну, конечно, здравое. Я еду с Таней. Во-первых, они одна. А уже здравость. Понимаешь? Ну, может, какие-то страховки делаете там специальные? Ну, наши страховки. Это же и не выпустят без страховки. То есть вот такая государственная страховка всегда дополнительной. Нет, такого не было. Дополнительной нет. Я последний раз, когда вот мы были в Крыму, и я там вот упал, но это когда-нибудь другой раз. Ну, я страховала заходить в воду. Я шла с Таней в воду. Там камни. И вот это моя вирекозная нога. Вот такая страховка у меня может быть. Но подумать, что мы летим, и при этом что-то может случиться, не надо тогда лететь. Тогда лететь не надо. Понимаешь? Ну, хорошо. Но вот ответственность полностью в путешествии от Идоо вы берёте на себя. Берёте на себя. То есть с самого начала. Вот вы придумали Австралию, и эта ответственность не переложена на Таню. Не переложена. Она может быть там делегирована часть каких-то, ну, каких-то моментов. Там в карте, географии. Своим существованием рядом с любовью. Моей к ней и её ко мне. Вот это её основная работа, основная её делегированность, её в этом. И это всегда оправдывается. Понимаешь? Ну, кто-то живее, кто-то энергичнее. Даже когда мы документы оформляли, Таня пришла в журналы и итоги. А у нас же у обеих нет языка. Мои коллеги помогали с билетами, мои коллеги помогали. У меня вообще очень много людей, которые хотят и желают мне помочь. Но я в таком же видне живу по отношению к ним. Это взаимообразно получается, понимаешь? Ну, там было ещё много разных интересных вещей, но времени у нас нет. Может быть, когда-нибудь мы продолжим. Да, Татьяна, сейчас ещё один... Давайте мы уже немножечко, да, закругляемся, ещё несколько минут. Да. У нас один вопрос про хлеб. Я... Таня пишет, вы сказали, что он должен быть определённой закваски. Ну да, нас научили, какой покупать хлеб. Просто кенгуру. Это имеется в виду закваска для кенгуру. Это они любят определённый хлеб. Просто они любят определённый, а люди, которые с ними общаются, знают, какой они хлеб любят. И нас научили это покупать. Просто определённо. Другой они есть не будут. Ну, мы не знаем, у нас был такой. У нас был такой, да. Вот того. Знаешь, это тоже интересная штука. Они там ходят на природе. Это никакой не заповедник, это ничего. Это просто выделенный кусок в Мельбурне живой природы. И они там ходят как хотят. Вот они подходят, вот они там любят друг друга, у них там любовные сцены, может быть, мы им не мешаем. Но иногда они, да, они иногда хотят как-то, не знаю, хватануть или что-то. Хвостом, хвостом. Да это правда, что если дарить хвостом, то он сводит. Будет больно, если хвостом. Кенгуру, а ещё там панды какие красивые. Теперь у нас есть панды, но тогда же этого не было. И мы наблюдали, как они хрумчат, это вот едят. Там территория не огорожена. Вот там, где панды, там огорожено, по-моему, я так не скажу. А где эти, как они, кенгуру, там не огорожено. Там, Таня пишет, спасибо. Самый какой-то запоминающийся и такой, я не знаю, смешной случай с путешествием. Расскажите. Маму. Маму. Сейчас я вам расскажу. Я была в Крыму, и из Крыма перебраться надо было в Одессу на тепловодье. У нас тогда ходили такие круизные маршруты Одесса, Ялта, Сочи, Сухоми, Батоми и обратно. И я была там у приятеля, у подруги одной моей. И уезжать мне надо было, а другого пути нет. Там только водой можно было тогда. Наверное, сейчас тоже. Вот мне сейчас через Запорожье можно как-то, но я тогда не знала этого пути. Короче говоря, я покупаю билет на этот теплоход, но с местом билета нет, только на палубе. Ну, на палубе так на палубе. А сколько же там мне было тогда лет? Это, наверное, свете было, наверное. Ага, она перед окончанием школы Светы, значит, это лет 18, наверное, наверное, так. Нет, я вру. Света уже была в Одессе, училась в университете, жила у мамы. И я из этого Крыма ехала специально, потому что там и Света, и мама. Но я очень люблю в каждом месте собирать какие-то мне приятные вещи. Я очень люблю камни. Привозите? Привожу, обязательно. Камни. Что еще? Коряги. Ракушки. Коряги. Нету, как это ракушки? Нет, нет. Камни, они теплые, понимаешь, камни. Он разговаривает с тобой. Коряги. И еще я там нарвала кизил. 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 А, да. И какие-то цветочки такие, которых у меня нету. Цветочки. Я, значит, выкапываю там и привожу, чтобы посадить. Я тоже привожу. Ну вот, в общем, одной крови, одной крови. Ну вот. И я села в этот теплоход, вошла на этот. Места у меня нету. А стоит так, ну, я тогда молодая была, но если Свети было, я-то там 18 лет, так понимаешь, мне было намного меньше, чем даже 80. Меньше. Меньше, да. Меньше, да. И стоит очень такой приятный мужчина, пожилой уже, седой, какой-то такой очень. Вот. И как к вечеру дело подошло, я стою на палубе, там смотрю на море, я тоже это очень люблю. И он мне говорит, а, ну, я смотрю, вы все время стоите, а вы не хотите сесть? Я говорю, ну, я бы посидела, конечно, только мне негде посидеть. Он говорит, ну, вот я в таком-то там классе, у меня место. Но я вас не приглашаю в каюту, а там есть холл. А я очень такая была, ну, это по-украински будет такая цикавая девчина. Ну, ну, такая, ну, острая, вот, скажем так, такая островатая. То есть я куда-то не пойду, если я не хочу. В общем, ладно. И мы с ним разговаривали, что он живет во Франции. Света еще там не жила, не что-то получилось. И живет в Марселе. Сюда он приехал, он нашел сестер, вот тогда находились, он эмигрант первой волны, когда родители еще эмигрировали. И вот тогда начали находиться родственники. И он нашел двух сестер в Ялте. И когда он приехал в Ялте, он побыл, и вот он в Кипе. А этот пароходик, которым я ехала, он не до Одессы был, он был до Марселя. Только он останавливался, останавливался, да, до Марселя. Да, шел до Марселя. Вот. И когда мы, чтобы короче, ну мы с ним очень много разговаривали про... То есть вы согласились? Посесть в холл. В холл, да. Мы там посидели, поговорили. Очень быстро. Нет, я уже не хотела просить, уже пришла, а не сидеть, где холодно на море и так далее. Вот. И когда, а меня когда провожали, мне подарили большой букет роз. Борис, а ему что же некуда деть? А роза уже нужна вода, я еще и за роз пошла в этот холл. Что там кушенчик, графинчик, и я поставила их воду. В общем, когда мы уже поговорили, поговорили и про Марсель, и про все на свете, Борис, по-моему, Света должна помнить, Борис, Прокофьевич, по-моему, ну не важно, Света должна помнить тоже, потому что это было такое яркое, одно из ярких воспоминаний. Короче говоря, мы когда приехали уже в Одессу, он мне говорит, теплоход стоит 4 часа, потом он отправится дальше. Майя, а вы не могли бы мне показать Одессу? Ну это бальзам на душу, показать Одессу, это всегда, среди ночи, когда угодно. Я говорю, ну как же покажу? А у меня рюкзак, я сдаю этот рюкзак в камеру хранения, даже не еду домой, только позвонила и сказала, что я приехала. И его вожу по Одессе, показываю, мы, кстати, подошли, он хотел купить какую-то Палиховскую штучку, мы подошли к Березке, его пустили, меня нет, потому что у меня не было и зарубежного паспорта. Он возмутился, сильно ругался. Всё, не буду больше дробиться. Показала, показала. Приходим обратно, он на теплоход, а я в камеру хранения за рюкзаком, рюкзак же в камере хранения, я потеряла квитанцию. Пока вот это я его водила по Одессе, я потерял, и так. Она сказала, напишите заявление, я пишу заявление, и там есть графа, наиболее характерные вещи, которые у вас есть. Я пишу камни. Она выходит и говорит, ну, я вас попросила, характерные вещи. Я говорю, ну, не трусы же, я вам напишу, ну, конечно, характерные камни. Пошла к начальнику, начальник приносит мне другую эту штучку, и говорит, опять же, характерные вещи, я пишу, коряги. Ну, вот все это подтвердит, потому что тогда по памяти это все было зафиксировано. Короче говоря, я писала камни, мне вернули, не годится, я писала коряги, мне вернули, я написала цветы, цветы, там рассада и корешки. Да, цветы рассада мне вернули и сказали, возьмите свой рюкзак и уйдите уже отсюда. Мы же не идиоты, они мне говорят, ну, значит, я идиотка, понимаешь, вот это так звучало. Вот это вот такой был без придумки. Здесь вот коряги, камни, цветы и кизю. С тем я пришла домой с этими подарками, я пришла в Одессу к маме, к папе, где жила. И со знакомством. Ты знаешь, мы одно время переписывались как-то, ну, как под праздник что-то переписывались, но он очень был пожилой тогда, и я так, я намного-намного была моложе. А, а я его ещё попросила, сказала, Борис Петрович, я вас очень прошу, вот эти цветы я не забираю, возьмите их во Францию, будете в Париже на русском кладбище или где бы вы ни были, развейте лепестки. Он сказал, я это обязательно сделаю. И он мне когда-то написал открытку, лепестки я развею. Потом потеряемся. Ну вот на такой ноте мне хотелось бы, наверное, уже завершить. Вопросов пока каких-то к нам ещё я не вижу. Света пишет, всё точно? Точно. Она всё подтверждает, да. Всё, что вы говорите, всё помнит, ваши рассказы. Ну, я не знаю, будет у нас ещё про путешествия, конечно, очень много ещё можно вот так вот выбрать наиболее романтичное, наиболее... Мы решили не делать. А, это с детьми. Это вот дети на привале в походе. Я на них, кстати, на этих походах детских заработала себе мастера по туризму. мы решили не делать отдельную презентацию, потому что хотели бы, чтобы не отвлекала именно от нас. Потому что мы думали, что если презентацию показывать крупные фотографии, то будем мы мелкие с моей салонной. А мне кажется, вы приходите на нашу... А мы не мелкие. А мы не мелкие. Ну, я не знаю, будет ли ещё продолжение по... Я только хочу тогда в конце сказать, что это всё, что я вам рассказала, а за этим ещё стоит много, а у вас у всех тоже есть, что вспомнить, рассказать. Оно очень продолжает, продлевает жизнь. Оно делает все эти движения, эти все, всё восприятие, которые сопровождают движения, оно делает тебя намного моложе. Вы думаете, я ощущаю, что у меня 90 плюс? Ничего подобного. Это только, как говорил один мой приятель, выверт в паспорте. Бюрократический выверт в паспорте. И я думаю, что я ощущала себя минус, не плюс, а минус 90. Или хотя бы минус 10 от этих 90. Мне очень много дали. Да и вот я вот сейчас думаю, мы поедем, скоро станем в Тулу. Там есть музеи тульского пряника, тульского самовара и ещё чего-то. Она ещё не знает, она ещё не знает, правда, что мы едем, но мы не поедем. Да, это не важно. Как-то больше стало интересовать всё вокруг вот России. Я всё-таки историк по профессии. И вот эти вот то была Европа, 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 Австралия, да? А вот этого как раз вокруг, я хуже знаю, мне очень хочется ещё успеть, пока будет второй плюс, успеть это проделать. И, наверное, в завершение я вам скажу одну вещь, которую мне, то есть одну цитату, которая мне очень понравилась. Марк Твен сказал, на смертном Адре, не Одре, мы будем жалеть о двух вещах, что мало любили и мало путешествовать. Вот так вот. Мы едем в Норвегию. Я, Валя, вчера, когда сказала... Экскурсию по черкизовской проведёте? Да. Я соберу группу, а вы проведёте экскурсию. Да, я могу, да. Я начиталась много, хотя я тут живу с 91-го года, но я могу, мне это очень нравится. Это тоже познавательный процесс и для других, и для себя тоже. Как я смогу это сделать? Я же тоже к этому приобщаюсь. Это же для меня познание колоссальное. Ну что, прощаемся? Да. Прощаемся. Прощаемся. Мария Соловна, а мы... Давайте попросим, чтобы вы нам написали, я делаю в своей страничке и в любой соцсети просто и нам нужно какую-то от вас обратную связь, информацию, что вы полезного получили. И мы, исходя из этой обратной связи, мы сможем сделать вывод, нужно ли нам продолжать. Ну это, Валя, это всё-таки больше не от меня зависит от того, кто нас воспринимает, Валюш. Если это нужно, людям, если им это интересно, даже, даже этот часовой, этот интерес, если он есть, ну так мы тогда будем. А мне трудно сказать, что они воспри... Я хочу, чтобы мы восприняли не только с интересом, а чтобы им хотелось жить до 90 с плюсом и дальше тоже и двигаться. Ну у нас ещё есть что сказать, просто вопрос в том, чтобы я хотела запустить какой-то небольшой обмен, чтобы больше, ну спросили, то есть мне интересно путешествие, я выбрала эту тему, а может быть вот в моей салоне есть что рассказать там про своих друзей художников, в смысле, в смысле, о чём бы я хотелась поделиться, вот если так, то пожалуйста, я это напишу, о чём бы я хотела поделиться с людьми и может быть в какой-то степени настроение поднять, а может быть ещё какие-то положительные моменты, чтобы они ощутили в жизни через меня или от меня вот этим барьером воспользоваться, которым ты придумала. Интересно придумано, я никогда не знала, что такое вебинар. И сейчас всё, последнее пока. Таня, всё-таки вот сюда. А, всё-таки мы покажем Таню. Здравствуйте, я вот та самая Таня, которую так сильно расхваливала моя сауна. Буду надеяться, всё-таки хочу надеяться, что я хотя бы на какой-то процент, вдруг даже на 50, соответствую тому, что обо мне было сказано. Главное, что помощник какой-то. Ну, Господи, всё взаимно. Всё взаимно. И одной вспоминать, и вместе с тобой. Всегда рад помочь. А, отталкиваться от воспоминаний начались путешествия отваливаться. Да, да. Всё завязано в жизни. Всё, всем пока. Всем спасибо огромное. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока. Пишите. Субтитры сделал DimaTorzok